Привет, мои подписчики! В этом видео я вам расскажу про всех самых страшных монстров в новом хоррор-ивенте от Роблокса. Я думаю, вы поняли, о ком ивенте идет речь. Этот ивент называется Двери. Но если вы не знаете, давайте я вам вкратце расскажу, что это вообще за ивент и что в нем нужно делать. Это очень классная хоррор-игра, в которой мы должны бегать, красться и должны, конечно же, решать головоломки и убегать от страшных-страшных монстров. И если мы это все сделаем, то мы сможем сбежать из-за отеля с привидениями. Это очень веселый ивентик, если проходить, конечно же, его с друзьями. И теперь давайте поближе к теме нашего видео. Сегодня я расскажу про всех монстров и как их избежать и, в общем, как их обмануть. Первый монстр это монстр Раш. Он является одним из первых, с которым игроки столкнутся в отеле. Когда он появляется, свет в нескольких комнатах начинает мерцать, и вы услышите какой-то рычайший звук. Это ваш знак, чтобы спрятаться. В спешке можно избежать, спрятавшись в шкафу или заползая под кровать. Но если вам не удастся найти укрытие до того, как Раш промчится, вы умрете при контакте. Как только он пройдет, все огни в комнатах, через которые он пробежал, погаснут. Но вы сможете продолжить путь к следующей двери, не опасаясь его возвращения. Следующего монстра называют Засада. И он, подобный Рашу, тоже заставляет свет мерцать и создает искаженный шум. Но прежде чем он появится, он пробежит по всем ближайшим коридорам и комнатам. Однако, в отличие от Раши, Засада может бегать по этим комнатам до шести раз. Поэтому лучшая стратегия, это, конечно же, спрятаться в шкафу. То есть, пребывание в шкафу также может, конечно, вызвать другого монстра, но о нем расскажу чуточку позже. Засада исключительно быстрее, чем другие все монстры. Поэтому нужно обязательно выполнять данные мной шаги в очень быстром темпе. А вот следующий монстр для тех, кто находит утешение в том, чтобы спрятаться, когда становится очень страшно. То есть, эта сущность появляется, когда игроки слишком много времени прячутся под кроватями, либо в шкафах. Если этот монстр сочтет, что вы прятались очень долго, то ваш экран начнет краснеть и мигать словами. И на этих словах будет написано, убирайся только по-английски. Если вы будете по-прежнему очень долго сидеть в шкафу и отказываться уходить, то в конце концов этот монстр просто вас вышвырнет из этого места и снизит ваше здоровье на 40%. И затем вы снова не сможете спрятаться, пока не закончится время восстановления вашего таймера. Оригинальное название следующего монстра это Холд, но по-русски это просто монстр, который называется Остановить. В общем, подобно другим монстрам, он тоже заставляет огни мерцать, но вместо этого он появляется именно за следующей пренумерованной дверью. То есть, если у вас огни мерцают, допустим, в 10-й двери, то именно в 11-й он появится, и тогда в этой комнате будет огромный длинный темный коридор, освещенный только светящимися голубыми глазами этого монстра. Чтобы от него сбежать, нужно бежать по этому коридору и выходить в дверь на другом конце. Но когда вы идете по коридору, вам нужно следить за мигающими словами, особенно за словами повернись. Когда появляется это слово, вы должны немедленно повернуть камеру персонажа и идти в противоположном направлении. И вам нужно будет повторять этот процесс, поворачивая, идя вперед каждый раз, когда появляется подсказка, пока вы не пройдете через дверь в конце коридора. И если Холд все же вас поймает, то вы получите 60% урона. Это очень много, поэтому желательно не попадаться. Двигаясь из комнаты в комнату и открывая дверь как можно быстрее, есть вероятность, что вы наткнетесь на фиолетовое свечение, это глаза. Через несколько секунд из красного свечения появится 36 глаз, которые будут носить 10 урона всем, кто на них посмотрит. И чтобы выжить, вы должны просто маневрировать из области этих глаз, то есть глядя в потолок, либо в стены, либо в пол. В общем, смотреть куда угодно, но только не на него. Следующий монстр самый, наверное, смешной, его зовут Визг. И если вы обнаружите, что идете через пренумерованную дверь, попадаете в темную, как смоли, комнату, возможно, вам придется остерегаться именно Визгом. Это сущное сообщит о своем присутствии, прошептав тихо, пс. Когда вы слышите этот звук, поверните камеру так быстро, как только сможете, и посмотрите прямо на этого монстра. Если вы сможете вовремя, то он будет громко кричать и прыгать на вас, но не несет никакого урона. Однако, если вы не посмотрите на него вовремя, он будет также кричать и прыгать, и нанесет вам 40 урона. Однако, наличие источника света, такого как фонарик или зажигалка, снизит вероятность атаки Визга в темной комнате. Следующий монстр это Джек. Что касается урона Татаки, Джек является безвредным существом. Когда эта сущность действительно появляется, она служит простым средством отпугивания и не носит никакого урона игроку. Чем больше шкафов вы откроете, тем больше вероятность того, что Джек появится за одним из них. Как только Джек исчезнет в шкаф или в комнату, в которую он появился, с того можно будет войти. Следующего монстра зовут Глюк, и он появляется только там, где больше одного человека, то есть на серверах. Если вы играете в одиночку, вероятность того, что он вам попадется равна 0%. И если вы отклонились от группы, именно в многопользовательском режиме, то он может забрать вас от 10 до 40 урона и потом вас телепортирует обратно к игрокам. Вот, например, я когда играл в игру, меня очень часто ловил этот монстр, потому что как только я заходила на сервер, я тогда еще не знала, как играть. Я не понимала, как я постоянно оказываюсь рядом со своей командой, только потом увидела, что это какой-то монстр меня постоянно телепортирует. Это было очень весело. Название следующего монстра, если перевести с русского, будет звучать как «Стремиться». Это одна из двух сущностей, которая имеет более одного гарантированного появления. То есть игроки впервые столкнутся с ним где-то между дверями 30 и 45, а затем снова между где-то дверями с табличкой 80 по 95. Перед появлением этого монстра игроки начнут видеть глазные яблоки на стенах вокруг них. В конце концов, прохождение через пронумерованную дверь в пределах, помянутых выше мной диапазонов приведет к тому, что этот монстр появится из кучи слизи на полу. Вам нужно будет избегать упавших люстр, покрытых слизью и прикосновения. К люстрам будет отнимать у вас где-то 40 хп. А если монстр вас догонит, то вы моментально, получается, закончите игру. Так что нужно обязательно следить за всеми теми люстрами и, конечно же, монстрами. Как только вы дойдете до конца последнего коридора, войдите в следующую комнату, и дверь позади вас закроется перед лицом этого монстра, запирая его снаружи. И заключительный монстр в переводе с английского называется фигура. Вероятно, его труднее всего избежать, потому что фигура это такое слепое существо, которое использует свой невероятный слух, чтобы обнаружить игроков поблизости. Иногда даже, который находится очень далеко. И чтобы выжить, то есть пережить этого монстра, нужно очень часто приседать и двигаться медленно. Игроки встретятся с фигурой дважды. Один раз в комнате 50, и еще один раз в комнате номер 100. Если фигурка нападет на игроков, то игрок мгновенно покидает игру. Если вы заметили, что фигура приближается к вам, нужно сразу запрыгнуть на ближайший шкаф. Если сможете, нужно спрятаться. По мере его приближения на вашем экране появится мини-игра, в которой вам нужно либо щелкнуть, либо нажать комбинацию определенных кнопок за короткий промежуток времени. И если вы успешно завершите эту мини-игру, фигура, конечно же, покинет область, давая вам время сбежать. Вот такие вот интересные монстры есть в этой игре. Я, возможно, подготовлю еще одно видео и расскажу какие-нибудь фишки или что-то в этом роде в этой игре. Поэтому пишите комментарии, напишите, какой монстр вам показался самым страшным, какой вам показался самым трудным, а который показался вам самым легким. Я буду читать все-все комментарии и посмотрю ваше мнение. Всем большое спасибо за просмотр видеоролика. Обязательно поставьте лайкусик, потому что мне будет очень приятно от каждого вашего лайка. И не забывайте, ребята, подписываться и ставить колокольчик на моем канале, чтобы получать первыми бесплатные вещи в Роблоксе, а также смотреть другие интересные видеоролики. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok